Всем привет! Мы начинаем вторую игру заключительного кругового этапа. Сегодня у нас играют Николай, Наташа и Саня. Вот тема. С темами все понятно, но вообще ничего необычного. Одна будет картинка, по-моему, сегодня. Николай первый зашел, начинай. Считается, что они появились с древних времен, с тех пор, как люди научились получать огонь. У славян они не получили широкого распространения, а в концлагере освенцем его обслуживала специальная зондеркоманда. Крематорий. Да, крематорий. Вовсе не зоопарк, как в прошлой игре сказали. Будучи непродолжительное время узурфатором и правителем сначала одного города, а потом и целой страны, Впоследствии он отошел от дел и стал выдающимся огородником. Ой. А, блин. Я подумала, но уже поздно. Поняла. В повести Игоря Можейко она располагалась в соседней квартире главного героя. Ученый Александр Харденген собрал ее в собственной лаборатории. Пошли на времени. Да. В песне Никитины он рождался под странные звуки. Был большой при маленькой целевой аудитории. Также он есть у французского персонажа. Секрет полишеный для и большой секрет на маленькой целевой аудитории. Он происходит от латинского слова умножения. Голландский япон движется в обратном от привычного нам порядка. За исключением нуля, любое число в ней равно единице. Вливая степень. Да. По одной из версий перевода главный герой Гарри Гаррисона Джеймс Боливард и Грис в своем прозвище использовал этот материал. Ну, второе слово понятно. Вот первое. Стальная крыса или крыса из нержавеющей стали в другом переводе. В кабачке 13 студий она блистала в роли пани Катарины. Успешнее пришел с гайдаевскими операциями и другие приключения Шурика. Наталья Селезнева. Курорт Ставельна расположен в 70 километрах от исторического города Рерюс и находится под охраной ЮНЕСКО. Знаменит он тем, что в нем проживает Юлиницын. А ее юлинистом является именно ИНЕСКО. А ее юлинистом является именно ИНЕСКО. Это норвежский Санкт-Краус. Этот русский литературный журнал спечатался в конце 19 века. В современном названии к названию добавили 21 век. Микрофон может быть наш современник. Считается, что они появились в Египте еще в 16 веке до н.э. и успешно применялись в воинах, пока не были заменены на кавалерию. Колесо обозрения в этом городе, стоящем на одноименной реке, никогда не эксплуатировалось. Но, тем не менее, является символом целой зоны. Это изобретение, существенно облегчавшее жизнь путешественникам, приписывают 46-летнему пилоту американской авиакомпании Northwest Airlines Роберту Плату. Ну, частная только. Они появились в Формуле-1 в 1999-м, после массовой аварии на старте Гран-при Бельгии 1998-го года. Это колесные тросы, которые не позволяют отрываться колесам и улетать. Вот такая картинка, не единственная в таком пакете. Крылатое колесо на гербе этого государства. Так, ну, судя по звездам, это Панама, по-моему. Это Панама. О, вот что-то. Давайте ванны за 100. Офура – традиционная ванна этой страны. Это Япония. Давайте продолжим. Однажды чудаковатый англичанин решил переплыть с проливоманш в ванне. Он застраховал свое решение на 100 тысяч фунтов. Страховщики без выражения приняли этот риск, выдвинув одно единственное условие. Впервые он был получен в 52-м году компанией DuPont. На его основе производятся герметики, краски, грунтовки для подготовки стен и средства для реставрации ванны. В Боловском дворце этого музея, заповедника, можно увидеть одну из самых больших ванн в мире. Она выдолблена из гранита. Ее высота 1,96 метров, диаметр 5,33 метра. Порщина стенок 45 кантиметров, а вес 48 тонн. Комната. Комната. Картина дама ванной принадлежит первой этого французского художника. Если к его фамилии добавить ноту, получится название популярной настольной игры, в которой ванная комната отсутствует. Есть такой. Этот феномер с животным названием называется полиморфным рефлексом. Проявляется обычно сильная кожа. Эту мягкую тонкую кожу белого цвета на Руси еще называли собачкой, так как на производство шли собачьи шкуры. Сейчас чаще используют шкуры огня, ассоциируется материал в первую очередь с перчатками. А, ну если я не ошибаюсь, это лайка, по-моему. Да. Давайте дальше. Этот мужской аксессуар из кожи или кожгнама. С итальянского переводится как сумочка. А с французского? Моне. Кошелёчек. Это баксетка. Девочка-курица не является родственником на Туннеле Бампо, известного также под этим... ...эти длинный чулок. Нет. Под этим прозвищем. Частную, да. Не хочу ужать. Пол кожи мальчулок. Диптий Герак за Давидов тут конвенция. Также вышел по названию «вдирание кожи с него» и был призван напомнить о необходимости Тебе справедливо. Нет. А может это Марси? Что, что ты сказала? Сдирание кожи с Марси. Нет. Ну, там, по-моему, «вдирание кожи» с нечестного судьи. Да, с продажного судьи. Блин, у кого там что работает так сильно? Ровненько, но не густо пока. Миша Лай. В 2010 он стал обладателем премии... Может быть, Эдуард Успенский. Компания «Бургер Кинг» выпустила рекламный ролик, в котором на видео 37-летней давности он просто сидит и ест в опер. Компания «Бургер Кинг» В этом матче, состоявшем с 22 февраля 2019-го, отличили Честебан Гранера и Хаверси и Чейта. Компания «Бургер Кинг» Компания «Бургер Кинг» Какой-нибудь Эгейский университет. Да. Ах, давайте добьем. Одно время предполагалось, что они каким-то загадочным способом вымораживают свою жертву. А первое сведение о них европейцы получили от испанских завоевателей. Компания «Бургер Кинг» Этот остров практически полностью принадлежит к Елене. Смысл этой пословицы не заменили? Свято место пусто не бывает. Святые прозвища этого английского. Ну, наконец-то я возьму вопрос по футболу. Это Саут Генстон. Христианцы, именно они доносят людские молитвы к Богу. Именно так звучит официальное титулование православного Константинопольского Патриарха. Он был единственным, кому удалось натянуть лук, пускай собственный, и пустить стрелу через 12 коллекций. Ой, зачем я это сделала? Ну, я на Одиссее жала, но это неправильно. Какой ответ? Одиссей, но это неправильно. А, правильно все-таки? Чего же неправильно. Разбив яблоко из борта зажаренного поросенка на показательных выступлениях, она получила выше среди всех участников балл 11. А ее напарник Пит довольствовал поясненным. Это повесть впечатлась под псевдонимом «Капитан Джордж Норс» и повествует об Англии времен войны алые белые розы. Это черная стрела Стивенцова. Он учился искусству стрельбы из лука у старого индейца племени Новако, который призывал ученика посылать стрельбу не физической силой и силой духа. Видать, учитель был хороший и болтник из лука, и советский вертолёк изливать научился. Первый чемпионат мира по этому виду спорта был проведен в 98-м. Участие приняли 11 стран. В нем существуют два основных вида мишени – бумажные и падающие. А стрельба ведется из положения стоя и столя. И в статье 81 БК РФ можно узнать, какие предметы признаются ими. Может быть, вещественными доказательствами? Да. После стирки в стиральной машине пододеяльник можно назвать этим философским термином Канта. А, поняла. Это, по-моему, вещь в себе, так называемая. Да. В США он прибыл в 67-м году, имея с собой лишь немногим больше спортивной сумки и школьный английский. Но это не помешало ему жениться на племяннице Джона Кеннеди и построить карьеру успешного инвестора. Шварценеггер. Да, политика и киноактера. Концепция вычислительной отсеки физических предметов, оснащенных стройными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, называется именно так. Проще говоря, совокупность всяких холодильников, чайников с доступом в мировую паукину. Буквальный перевод названия его романа с английского гласит, что время – простейшая вещь. Может быть, Саймак. Саймак. Может быть, Саймак. Согласно песне в исполнении героя Невинного людей губит. Не пиво, а вода. Да. В интервью Савину этот бывший игрок Усу говорил, что пиво не употребляется. И в гостинице ни в одном номере с Кевином Дебруйне останавливается. Зинченко. Родиной резаного пива смеси светлого и темного является небольшой чешский поселок, известный нам благодаря этому животному. Козел может быть. Ну, давайте дальше. Изображение этих животных можно видеть на тексте двух самых популярных сортов сива из Таиланда – Чан и Синха. Ну, один – понятно, второй – не очень. В рекламе, снятой к Суперболу 2019, звезды американского кино Джефф Бриджес и Сара Джессика Паркер отдают предпочтение этому пиву, сваренному в Лёвене, вместо своих любимых социалов. Продолжение следует... Ваш Ко – это не Матрица, это Ваш Капитан Очевидность. Будут к нём вопросы. Что будут вопросы? Ваш Капитан Очевидность. Шелдон Литич является режиссёром этого фильма Женглодом Ван Дамом в главной роли. Двойной удар. А чё ты сказал? Капитан Очевидность – это что такое? Просто про Капитана Очевидность, не Матричная. Чувак, это кто ж такой-то? Всякая селёдка – рыба, но не всякая рыба – селёдка. Говорил этот не только Капитан Очевидность, но и КПДТ – капитан дальнего плавания. Может быть, в Аглунгеле? Да. Этот кораблекстроительный термин также применим и к различным водоёмам. Блин, ёрт. Начиная сезона в 2004, Томис Топтон является лидером Энбаб в показателе дабл по очкам передачи. А вот по очкам подбором лидирует именно этот пятикратный победитель Энбаб в урожении Свергимских острововов. Как же его там… Эээ… 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 Родман. Главный герой и его ассистент женщина исчезает при загадочных обстоятельствах в фильме «Войная пропажа», действие которого происходит именно сам. Ассистент женщины… Библиомания – это не здоровое собирательство, а патологическая страх коллекционированию… Ну, наверное, книги. Да. Это вот у меня такое есть. Давайте продолжим. Думаем, что вы ответите на вопрос и не будете сильно огорчаться. Перехватил ломание – это навязчивое избавление человека… Человеком себя от них. Согласно народным свиданиям, на острове Мани Лайк были пастбище Музыковский, владельцы которой построили первый хутор Мани. Сейчас Мания – деревня в этой стране. Героиня фильма «Покровские ворота» говорила Хоботову. «Ты любить не способен, как все тайные они». Мне друг недавно задавал эту цитату, вопрос по ней, как все тайные ратаманы, в общем. Да. Читера обжали. Видел тоже. Свена Эри Кристиансен, норвежский музыкант под судонимом «Маньяк». Он поднялся к этой блокметаллической группе в 1956 после ухода первого металлиста «Миссии». Название фильма произошло из-за двух пор окремляющих его на карте. А вот композитором популярного сериала 90-х стал именно этот американец с итальянской фамилией. 24 июня 95-го года он с матерью приезжал в «Хогвардс» по болезни за «Гарри Поттером», который в тот день участвовал в заключительном туре турнира «Стёв волшебников». «Добыл старший брату Лизы». Она закрепилась за Эмитом Брауном, Риком Санчелом и профессором Форнфортом. вот и являются положительными персонажами сразу же после премьеры фильма он был опубликован качестве отдельной книги и переведена несколько языков в том числе и русский на его написание карантина потратил 7 лет сценарий бесславных ублюдков дальше но не стояла когда бежала и не молчала когда визжала но вдруг почему-то она умерла этой минуты живой не было писал об этой вполне сухопутной животинки маршак переводе одноименного стихотворения в ответе две реалии согласно шутке команды квн на чемпионате мира по логичности победил он а подарили это она должна была состояться в 50 выпуске популярного издания но многотысячная армия фанатов была разочарована вычислилась полярами первое слово опять же понятно дальше не знаю а я думал смерть первое слово я тоже так думала главная героиня этого фильма шесть первого года называла своего кота просто кот а ну это завтрак у тихони санин на кино обжимают это не моё кино учитель фестования наставлял ее гляди своими глазами слушай своими ушами теперь то и уши у него зачастую не это по моему ария старт именно так можно назвать целом пульханова фаната инди 500 американского мультфильма turbo видимо не смотрели был самый быстрый виткой один достанешь из духовки другой живет по амазонке а ну это пирог и пирога да как вы поняли стихи во втором слове на одну букву больше один сжигают для бабаха другой мясник отдаст собакам порох и потрох одна скрипит когда наступишь и другую мудрость когда будешь половица и пословица один змея каких немало другой в латхата криминала последний один летает у армейцев другой и вздох от европейцев поддавали дрон вам всем спасибо спасибо ребят всем пока всем тоже спасибо до новых встреч для спасибо